Евангелие для Анны также начинается... Как оно начинается? Напомните мне. Вначале было слово. И если читаем мы Евангелие на русском языке, то вот эта фраза нам немного открывает. Но если бы мы читали его на греческом, то мы бы увидели, что здесь стоит термин «логос». «Логос» — это сложный философский термин, который имеет очень много значений. И мысль, и голос, и слово, и разум, и закон, и смысл, и понятие, и причины, и число, и суждение. И вообще таковых значений более 20 есть. Но для нас очень важно услышать это. Потому что «логос» — это мысль. То есть вначале был замысел. Но и больше этого. Знаменитый богослов и мыслитель церковный претрия Александр Шмеман замечательно так сказал об этом. С удивительной простотой апостол Иоанн берет этот ходячий в греческой философии термин и применяет его в отношении Спасителя. Как бы говоря грекам, вот видите, тот самый «логос», о котором вы столько слышали, это и есть Христос. Действительно, мы называем вторую апостась Святой Троицы «Сына Божия Богом Словом». «Логос» — Бог, Слово, Имя, Второй апостаси Святой Троицы, которую мы также именуем Сыном Божиим. Вместе с Отцом и Святым Духом Он сотворил весь видимый и невидимый мир. А как сотворил? Словом. Псалмопевец об этом так возвещает Давид, пророческий, или, так сказать, открывает нам эту тайну, «яко же рече и быше, повеле и создашеся». Итак, Бог Слово, Который предвечно, то есть вне времени, рождается от Отца без Матери, во времени родился от Преснодевы без Отца. Как мы читаем дальше в начале Евангелия Теана, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То есть Слово стало плотью. Мы можем и еще сказать, что Слово Божие будет нас судить. В тот самый момент страшного суда. Евангелие Теана, 12 глава, 48 стих. «Отвергающий Меня, говорит Христос, и не принимающий слов Моих, имеет в себе судью. Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день». Что же у нас получается? Иисус Христос, Бога-человек, Сын и Слово, возвещает нам благую весть, то есть Евангелие. Он возвестил ее нам, явил нам в себе Отца. Он говорит вопрошающим, «Филипп, как ты глаголишь, покажи нам Отца? Я, видевший Меня, видел Отца. Не знаешь ли Я, не знаешь ли, что Я во Отце, и Отец во Мне? Ибо Я, Отец, одно есть». В символе веры мы читаем, «И в Духа Святаго, Господа уже творящего, и же от Отца исходящего». А сам Христос говорит ученикам, «Я пошлю вам утешителя». Собственно, почему мы все это говорим, вот такой в область трагического богословия мы ушли, я сейчас вам поясню, потому что за этими размышлениями стоят, как мне кажется, очень важные истины. Христос говорит, «Я пошлю вам иного утешителя, Духа истины, которого от Отца исходит и который наставит вас на всякую истину. Он от Моего возьмет и возместит вам». Поэтому вполне уместно сказать, что мы верим в Духа Святаго от Отца исходящего, но через Сына, или в том числе через Сына. Почему важно эти слова здесь было нам обозначить, вот такую терминологию? Потому что человек сам по себе есть не что иное, мы знаем, это образ Божий, мы все несем в себе этот образ Божий. Говорят, что в человеке напечатлен образ или печать Святой Троицы. Это очень по-разному проявляется. Например, некоторые пытаются объяснить тайну человеку, говорят, что человек это дух, душа и тело. Другие говорят, есть иное измерение сердца, разум и воля. Но есть еще одно, о котором мы сегодня и ради чего мы это все говорили предшествующее. В начале было слово, в начале была мысль. прежде, прежде чем произносится слово какое-то, появляется некая мысль. Неважно, это мысль, плод внутренней интеллектуальной работы или это какая-то подсказка извне. Хотелось бы, чтобы от Бога подсказка была, и надо бывает и от другой силы. Но именно мысль всегда рождает слово. мыслящей словесной слово, как Отец предвечно рождает Сына. И через Сына является Дух. Разве не так бывает, когда мы слышим слова, и эти слова могут быть медом, отражаться в наших сердцах отслышания миром и покоем. Как помните, стражники, посланные первый раз схватить Христа, вернулись ни с чем. Их спрашивают, почему вы его не арестовали? Они говорят, никто не говорил, как этот человек. Посмотрите, какой механизм заложен. И даже это в текстах бывает. Ты читаешь текст, и один текст точно тебе на душу ложится, и хочется читать, а другой такой тяжелый. Так тебе просто вот он никак. Вот есть такие замечательные стихи. Много слов на земле. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести, слово можно продать и предать и купить, слово можно вразящий свинец перелить. И все это обычное человеческое слово, великая сила. и в действии этого слова, в действии того, как слово влияет на других людей, есть на самом деле отражение троичности человеческой природы, потому что всякое слово несет за собой дух. Если содержание тех или иных слов мы можем определить как некая информация, то можно сказать и о духе, что это ну что это, если не информация некая рациональная, то уж точно знание. И так бывает. Человек испытывает нечто, что иногда называют словом вдохновение, его переполняют ощущения, когда он пытается их высказать вдруг или написать об этом, понимает, что вот слова бедны, чтобы передать. И тогда вдруг рождаются стихи или музыка, или живопись, а может быть иконопись. Мне кажется, это происходит всегда, когда человек ощущает, что слов не хватает, чтобы передать то, что ощущает его душа. Говорят слова материальные. В каком смысле? Это ведь у Бога, якоже речей выше, повеле и создавшеся. В этом смысле, конечно, да. А у нас материальные слова или нематериальные? Каким образом? И он сразу поправился. написано в каждом слове особь особь да. Слово имеет очень большую силу. Имеет, конечно. Но мы говорим, в каком смысле слова могут материализовываться. И вот если это можно воспринимать очень даже магически, да, не произносить таких слов о болезни, а то я могу заболеть. это можно понимать по-разному. Но давайте просто проиллюстрируем. И первый такой, наверное, пример, как слова могут материализоваться, я думаю, что в наше время думающий и читающий не может не заметить этого, это в области пропаганды. Я сейчас приведу вам некоторые цитаты автора, который совсем не популярен. Более того, это преступник с мировым именем. Но в области пропаганды он был в свое время гением. Это Йозеф Геббельс. Его слова из его дневника «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Далее он же «Дайте мне средства массовой информации, я из любого народа сделаю стадо свиней». Его же слова «Худший враг любой пропаганды» это интеллектуализм, это когда человек задумывается, анализирует. Пропаганда должна быть популярной, а не приятной. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачу пропаганды. Собственно, о чем? Ну, ложь. Это всего лишь ложь, она ведь нематериальна, как и правда нематериальна. Так вот, она вроде бы нет, но последствия произнесенной лжи очень даже материальны. И вдруг жил один народ, ну, например, возьмем древнюю Византию, жили там ромеи, да, народ Нового Рима, христиане, а потом кто-то объяснил, вы греки, а вы армяне, а вы арабы, а вы египтянин, да, вот оказывается, что, как когда-то советскому народу объяснили, вы украинцы, вы белорусы, вы литовцы, ах, да, 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 вот же, у нас же есть нечто. Сосредоточимся на том, что нас разделяет, и вот сказанные кем-то когда-то слова, конечно, не один раз, может быть, например, тоже украине говорили не один десяток лет, приводят ко мне ко вполне осязаемым, материальным, более чем материальным последствием. Но это такое отступление в сторону, да, о силе слова, о его действии. Таких примеров очень много на самом деле, потому что действительно словом можно человека убить, и словом можно его вернуть к жизни. Давайте обратимся к тексту Священного Писания, к библейской мудрости, книга, притч, что жена нам говорит о словах. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово его развеселит. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит в себя. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное злого слово возбуждает ярость. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово сказанное вовремя. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах это слово сказанное приличное. Всякое слово Бога чисто, оно щит уповающим на него. Уклезиаста еще замечательное есть. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Не дозволяю встам твоим вводить в грех плод твою и не говори пред ангелом Божиим это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он засловит тебя. Вот такие замечательные рекомендации о словах. Ну, о том, что в Евангелии говорится, что мы от слов своих оправдаемся, от слов своих осудимся, и за всякое праздное слово люди ответ дадут на страшном суде, Боже, мы все с вами помним. мы мы о словах сегодня говорим, и ничто ничто так не обедняет человека, ничто так не окрадывает его внутренний мир, ничто так не разрушает его гармонию, хотя бы какую-то часть сложившегося, как слова, которые человек произносит бестолку, не вовремя и впустую. словесная жизнь человека, мы же словесные существа, она повреждена грехом, и потому отражается на всех уровнях жизни человека. Вот совсем недавно только что мы совершали поклоны в храме и произносили молитву преподобного Ефрема Сирина. Господи владыка живота мою, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь дни. О празднословии мы сегодня будем говорить. Это дух, это действие одного из духов злобы поднебесной, которое тянет человека за язык и побуждает его говорить много и часто не по делу. Хотя по большей части мы этого абсолютно не замечаем. Как-то сделали такой подсчет. Вот если записывать на пленку ежедневно разговоры человека повседневные в магазине подруге по телефону кто-то позвонил, по дому, как бывает. И потом всю эту запись перевести в текст, то получится порядка двадцати трехсот страничных книг в месяц. Это сколько мы наговариваем сами того даже не замечая. Если бы все это прочитать, вот дать нам прочитать то, что мы за месяц наговорили в тексте, мы были бы все наверное в шоке и в большом удивлении, потому что в этих текстах мы бы нашли столько пустого, ненужного. это я об этом два часа по телефону говорю, Боже мой, на что же жизнь моя потрачена? Конечно же это не значит, что человек должен молчать. Но в то же время мы понимаем, что есть слова с одной стороны запретные, хотя так интересно, кто и когда запретил. Раньше их прямо назвали скверными. а сейчас придумали такой замечательный термин, чтобы успокоить совесть некоторых людей, ненормативная лексика. Это всего лишь лексика, один из видов. Есть нормативная, есть ненормативная, но тоже имеет право себе на жизнь. Такое окно овертона, ненормативная лексика. И конечно это отдельная совершенно тема, потому что многие этими словами не ругаются. о ней ими разговаривают и думают. Феномен, это какой феномен? Это, конечно, трагедия, но происхождение вот этой лексики, она очень древняя и по сути берет свое начало в языческих культах, когда люди обращались к тем или иным духам, бесам. Это связано было с культом плодородия, поэтому очень часто эти слова отображают половые органы и по сути это не что иное, как призывание нечистой силы в свою жизнь. И более того, такое медицинские вещи интересные, Иван Александрович, вы можете поправить, может у вас такое в практике было, мне рассказывали, что бывает так, что человек очень приличный, там лингвист какой-то, да, попал в состояние, допустим, от наркоза отходит, неконтролируемый, и маты такие от трех, откуда, человек никогда так не выражался, а у него там что такое, такие пятиэтажные конструкции, а когда все приходят, я, я не говорил, я не мог такого говорить, это вообще не из моей лексики, и просто какое-то насилие над человеком, и иногда даже считают, многие считают, что это какой-то прямой доступ в подсознание этих темных сил, которые человека просто заставляют, а представьте, вот гвоздь забиваешь, и что-то такое, раз, и по пальцу себе шандрапнул, ну какое первое слово? Подумай, а почему? Рефлекторная реакция абсолютно, вот как это выжить из себя, рефлекторная реакция, вначале сказал, потом подумал, это вот к вопросу вообще, мы же хорошие, это нас не касается, а неизвестно, что отключи сознание, контролирующее какие-то, что из нас вылезет под наркозом, какие конструкции, которые там глубоко, глубоко во мне сидят, да, ну не будем этому вниманию делить, много чести, но проблема есть, потому что сейчас в школе просят батюшка, проведите с детьми занятия, чтобы они матом не ругались, это просто стало такой абсолютно заразной болезнью, которой заражены подростки, дети, одни заражают, а другой человек, попав в коллектив, ему некомфортно себя чувствовать в этом коллективе белой вороны, он начинает тоже выражаться сам того, даже не замечая, вот, ну скажем, понятно, это мы все-таки с вами христиане, понимаем, что это плохо, это дискутируем, слова, назовем их условно запретные, а есть слова просто ненужные, или как говорят, пустые, в них нет ничего ни глубокого, ни стоящего, ничего в них не вложено, что это за слова, встретились две подруги и вспомнили про третью, как в том анекдоте, да, два заключенных в камере сидели, их отпустили в один день, и тоже не могут разойтись, разговаривать никак, они сидели там сколько-то лет вместе, но не хватило времени, какой-то бывает разговор часто, перемывание чужих костей, разговор о чьих-то грехах, перенос плетен, распространение слухов, заражение других той духовной заразой, которой ты болеешь сам, вот я не люблю этого человека, терпеть его не могу, ну как я могу об этом молчать, я всем должен рассказать, я же не могу, у меня душа болеет, и все должны тоже поддержать, ты же, и даже ты не хочешь с этим человеком разговаривать, не хочешь сосужить, но он же ждет, что ты его поддержишь, ну как ты считаешь, ты считаешь, ты же правильно, да, как можно терпеть такую несправедливость, да, ну а еще любимая тема, это распространение всевозможных плохих новостей и страхов, вы слышали, скоро конец, вот уже все об этом говорит, вы слышали, говорят, скоро вот это произойдет, уже, как у русские новостей, вы слышали, вы слышали, скоро бани все закроют, очевидно, эти сведения верны, словно мухи тут и там, ходят слухи по умам, а досужие старухи, их разносят по домам, разносят по домам, вот, это все, я говорю не ради того, чтобы вот просто сказать, а с такой тайной целью, мне это само было всегда интересно, потому что если было бы самому неинтересно себя поконтролировать, на себя со стороны посмотреть, мне бы нечем было с вами поделиться, вы знаете, все это присутствует постоянно, 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 если вообще продифференцировать содержание всего, что есть в моем лексиконе и чему посвящено мое говорение, то, о Боже, сколько же там всего ненужного, не несущего никакой созидательной нагрузки, но ведь это же мне и тебе сказано, что мы от слов своих оправдимся и от них осудимся и за каждое пустое слово будем нести ответ, но обратимся к мудрым наставлениям святых подвижников, есть такая книга «Скидской и Патерик», там собраны выражения египетских монахов, один брат спросил Аву Иракса «Скажи мне слово, как спастись?» Старец ответил ему «Сиди в своей келье, если голоден, ешь, если жаждешь, пей, никого не злословь и спасешься». Представляете, а почему ничего про пост не сказано, а почему ничего про молитву не сказано и про причастие, ешь, пей, но никого не осуждай. Знаете, наверное, этот случай про нерадивого монаха, тоже история, когда был в монастыре такой нерадивый монах, все знали, что пост он как нормально не соблюдал, ел не вовремя, на службе опаздывал и все его как-то так к нему относились, так пытались все его исправить. Вот однажды по монастырскому подслушанию выехали на рыбный промысел. Едут на лодке, плывут и брат этот, который нарушал устав о посте, не вовремя, как всегда, из-за пазухи достал кусок хлеба и начал есть. На что рядом с ним находящийся собрат возмутился, да как ты можешь, и так ударил немножко его по руке, хлеб выпал и по воде поплыл. На что этот брат нерадивый, не что же сумняшся, перекрестился, пошел по воде как пасуху, взял хлеб, вернулся в лодку. Братья в шоке. Что это произошло? Значит, вернулись, собрали собор старцев, игумены спрашивают, расскажи про свою жизнь. Какая жизнь? Вы же знаете мою жизнь. Я всеми поношаем, я не устав, не соблюдаю, я просыпаю на службу, ем не вовремя. Но тут явно действие благодати. Что ты такое делаешь, расскажи, чтобы было назидание братья. Он ничего за собой такого не видел. И после долгих расспросов он им сказал, ну знаете, может быть, только одно. Я с самого первого дня, как пришел в обитель, еще никого не осудил. Я-то хуже всех, а все мне лучше. Я до сих пор никого еще не дошло, не осудил никого. Вот все поняли, почему бы дана ему такая благодать и получили духовное назидание. Ава и перхи говорили, лучше есть мясо и пить вино, нежели злословием снедать плоть брата своего. Вот так. А что это вам противопоставить? Вот этому, этому навыку злословия, пустословия и все прочее, что с этим связано. Конечно же, некая обратная добродетель это добродетель молчания. И я сразу скажу, что это очень трудно. Очень трудно. И в этом молчании и в мотивах у этого молчания могут быть очень разные мотивы. Можно так молчать, что лучше ты ругался. Да, с таким выражением лица, чем так, как ты молчишь. Но тем не менее, тем не менее, есть такой очень важный совет, принцип хотя бы не говорить, когда тебя не спрашивают. это уже большое дело. Вот мы встречаем в скотической литературе такую мысль, каждый раз, когда ты вступаешь в разговор, о тебе не спросили, знай, это проявление гордыни. Но этого мало. Человек может молчать и вести очень интенсивный разговор внутри себя самого. просто такой, что не надо ему собеседника никакого. Вы знаете, что человек, например, попадает в одиночную камеру, и он очень быстро, если нет специальной подготовки, за полгода где-то съезжает крышей. Но вот кто точно никогда не съезжает в одиночной камере крышей, как вы думаете, кто? Нет, это уже признак. Нет. молящийся может быть, да, но на каких-то высоких степенях. А вот мне кажется, точно никогда не съедут профессиональные шахматисты. А человек там себе партию продумывает, ходы налево, ходы направо. Вот профессиональные шахматисты, у них же партия вся в голове, да, с первого он доску видит, он там за это, за черных играет, за белых играет, у него все в порядке, у него там идет очень интенсивная жизнь. Вот он там сам с собой ведет беседу. Чтобы вы понимали, насколько это бывает очень сильное, историю про кувшин, наверное, я вам рассказывал, нет? Ну, давайте вспомним. Один тоже монах, эта история в Патерике описана, он у старца просил благословения на отшельническую жизнь. тебе рано еще, тебе надо в обитель жить. Нет, я точно хочу сам жить отдельно, подвязаться в полном одиночестве, в молитве, нет рано. И много его упрашивал, наконец старец отпустил его, ладно, иди. Через день приходит с таким виноватым видом, говорит, отче, ты был прав, мне действительно рано, как ты понял, я этот день провел в келье, там ничего не было, там был стол, стул, на столе кувшин с водой и стакан. Я начал молиться, и что? Вы знаете, через какое-то время этот кувшин мне стал сильно раздражать, я не знаю почему, я молился, а раздражение росло, я молился, раздражение росло, потом не выдержал и разбил его, и тут я понял, что мне сейчас действительно рано оставаться одному, да. Обратите внимание, мудрость всех народов, во всех народах и в разных культурах, не только в христианской это прослеживается, говорит о том, что в голове у человека присутствуют определенные отверстия, глаза, да, рот, уши, так вот, отверстия для ушей два, а для рта только одно, значит, что это значит, что слушать надо как минимум в два раза больше, чем ты говоришь, а может быть еще даже намного больше. Очень важные мысли по поводу языка и его обуздания мы находим в соборном послании апостола Якова. Вот 1 глава 26 стих, там буквально сказано следующее, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, то обольщает свое сердце и у того пустое благочестие. Там же читаем, это 1.19, что человек должен быть скор на слышание, медлен на слова. И там же 3.2, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Вот насколько все непросто. А преподобный Иоанн Лестничек говорит, что язык такой малый член в человеке, но сколько от него бедствий бывает. И тот, кто смог обуздать язык, тот может победить и многие страсти. Но мы находим и такие мысли, что от полноты сердца в человеке глаголит то есть каковы ум и сердце, таковы и слова человека. Мы с вами уже сказали, что даже находясь в пустыне, можно очень громко молчать и вести постоянный монолог споры, оправдания и так далее. Ты молчишь, но ум твой не молчит. Поэтому уму обязательно нужно давать правильную пищу. Вот его нельзя выключить, остановись. Он все равно там что-то крутит, воспоминания какие-то, новости, там постоянный калейдоскоп чего-то. И вот этой вот машине нужно дать какую-то полезную пищу, заправить ее тем топливом, которое бы приносило нужный результат. Что это за топливо? Это духовное чтение, это размышления Бога, это если такая милость есть и возможность общения с единомысленными людьми, одного с тобой внутреннего устроения. Это бывает огромная польза. Это редко очень, когда люди не заражают друг друга зараза, осуждения, всяких пересудов и сплетен, а когда действительно они могут общаться на пользу духовную. Есть даже такое общение, когда слов не нужно. Есть в Патерике такой случай замечательный. Братья одного из монастырей узнали о неком подвижнике, который далеко-далеко в пустыне где-то живет и решили его отыскать. и шли там целый день с трудностями великими. Дорога была трудна, наконец, нашли его. И каждый задавал, уже дарвали, задавали старцу вопросы. Все все спросили, что хотели, один ничего не спросил. Старец спрашивает, а что же ты все молчишь? Да, он говорит, а у меня достаточно того, что я тебя вижу. Оказывается, какие-то вещи можно и без слов понять и увидеть. если человек смотрит или слушает нечто, что никак духовным витамином не назовешь, то ум его претерпевает отравление, язык начинает выпускать различные нечистоты, накопленные в уме, и осуждение, и сквернословие. Что этому противопоставить? очень трудно, потому что есть навык, и преодолевать навык очень нелегко человеку. Как минимум, сдерживаться. Особенно, когда тебя оскорбили, когда вся твоя внутренность прорывается восстановить справедливость, поставить на место взорвавшегося, какой-то статус восстановить, до какого состояния можно терпеть? Мы находим в сказаниях о подвижниках вплоть даже до крови. если в своем одном из поучений митрополита Фанасий пишет, каждый раз, когда тебе представляется шанс ставить слово, ты начинаешь говорить, тебе не спастись от греха. Так или иначе просочится и осуждение, обвинение, и все остальное. И вот в Патерике есть такой случай, некий человек нагрубил старцу, и старец изо всех сил пытался сдержать себя, чтобы не ответить на грубость. Через некоторое время рот старца наполнился кровью, и он ее выплюнул. Отцы спросили тогда, Герон, что случилось, откуда кровь? Он ответил, что настолько понуждал себя смолчать, что то грубое слово превратилось в него во рту в кровь, которую он выплюнул. Что это? Может язык прикусил, я не знаю, чтобы вот так люди-подвижники делали. Страшно подумать, да? Я вначале говорю, зачем я сказал, а тут человек сражается. Особенно трудно молчать, когда правда на твоей стороне и когда у тебя изнутри все распирается. если научиться бороться со своим внутренним голосом, который кричит о нашей правоте, то это, конечно, будет для нас спасительным. Если удается хотя бы несколько раз себя сдержать, то уже появляется навык и появляется некая сила, которая позволяет подавлять это злое слово, которое внутри рождается. Бывает, что и молчание, как мы сказали, хуже всякого многословия. Не всегда нужно молчать. Иногда твое молчание может восприниматься как недружелюбие, как холодность, как безразличие. Особенно, когда человек ждет от себя слово поддержки и утешения. И мы в литературе находим такую мысль, что очень часто если мы следим за своими словами, то через это мы учимся быть внимательными и как следствие становимся внимательными к другим. Митрополит Афанасий пишет, что тот, кто много говорит, тот, скорее всего, никогда не слушает. Болтливый человек это не просто тот, кто все время говорит, но еще и тот, кто никогда на самом деле никого не слушает. Поэтому, чтобы услышать, нужно научиться молчать. Чтобы приобрести молитву и внимание, опять же, нужно научиться молчанию. Молчание великое добродетель, которое может быть матерью всех других добродетелей. еще один момент очень важный. Иногда молчание означает не полную тижину, но означает, но всегда означает внимание к своим словам. хотя и зачастую, когда ты просишь Бога о чем-то, просишь какого-то ответа, какой-то подсказки, когда ты не знаешь, как поступить, ну как ты хочешь от Бога услышать ответ, если у тебя внутри там шумы какие-то, разговоры с самим собой, отрывки песен и фильмов просмотренных. Бога можно услышать в тишине. И это не столько акустическая тишина, отсутствие внешнего звука, скорее, как какая-то другая тишина, какого-то внутреннего порядка. И это не значит, что вдруг прозвучит голос, иди туда и делай это. но скорее может появиться некое чувство абсолютной несомненной уверенности в этой тишине, в том или ином поступке, который также тебя ведет к тишине, а не к раздраю. Если у тебя появилась хотя бы малая внутренняя тишина, то знай, все то, что тебя лишает этой тишины под любым предлогом, самым благочестивым, самым важным, скорее всего, это не от Бога. Все, что эту тишину забирает. Преподобный английский в своем слове молчание пишет, обратите внимание, какая разная бывает тишина и молчание. Я встречал человека, который говорит с утра до ночи, но его слова подобны тишине, и видел я человека, который все время молчит, но его молчание хуже многословия. Вот не всегда говорящий, да, его молчание разговор может быть какой разговор, чем он наполнен. То есть, можно постоянно молчать, но ум наш все равно остается рассеянным, а другой может говорить с утра до ночи, но это будут слова о Боге, о добре, слова утешения, слова, наполненные любовью, как говорят, от полноты сердца глаголит и от таких слов получит пользу и кому они сказаны, и сам говорящий. И, конечно, здесь суть не в количестве слов, а в их качестве. Вот мы читаем с вами изречение из потеряков. Ава Пимен и там такие-то слова. Спросили Ава Сесоя, скажи нам что-то на пользу для души. Откуда этот жанр вообще появился? Вот представьте, человек пребывает в молитве и в молчании ни день, ни два, а может месяцы, а может годы. Потом приходят к нему странствующие или соседние монахи и говорят, Ава, скажи нам слово на пользу. И вдруг рождаются какая-то короткая фраза или несколько фраз. И у них такая глубина, такая многогранность смыслов, что эта фраза увековечивается потом в памятнике письменном. Вот бывают такие слова. То есть дело не то, сколько ты сказал, но и как это сказано, какую несет нагрузку. В одном из наставлений мы можем прочитать святоотеческих. Если человек, который несмотря на свой духовный подвиг, не может сдерживать своего языка и более того, даже ищет возможности вставить словечко в разговор, то внутри у него пустота и он подобен к инвалу звучащему. А что же сделать, если все-таки вот случилось? Ну не выдержал. Все. И выскочило сказанное. Не удержал язык. Что делать в таком случае? Подскажите. Тут же сразу просить прощения. Если ближний не слышал оскорбительных слов, которые прозвучали в адрес, ну так где-то за спиной сказаны, не надо говорить ему, знаешь, я вчера был с друзьями и тебя осудил, прости меня, да, это глупо. Не знает человек и слава Богу. Прости, я тебя мысленно осуждал вчера весь вечер. Ну и пусть это в твоих мыслях останется, не надо давать другому повод к соблазну. Борьбе с празднословием очень сильно мешает усталость. Динафонский вна говорил, я могу тащить на себе 100 килограмм, но если кто-нибудь добавит в мою поклажу еще хотя бы полкило, этой тяжести я уже не выдержу. То есть очень сложно человеку, когда он устал, когда он тягчен очень сильно физически, вот еще и здесь как-то побеждать. О языке человека говорят, что это не что иное, как его зеркало. Вот смотрите, мы ведь не осуждаем, мы ведь просто рассуждаем. ну как я брата не облючу, это же для его же пользы. Я же должен человека наставить, без меня никак не поймет, не спасется, не разберется, где добро, где зло, без меня никак. Всегда это оправданно, по сути, если ты смотришь внимательно за своими словами и за их качеством, ты очень быстро узнаешь о себе правду. И вот одно из таких наставлений, очень важных, призыв, человек, внимай в себе, то есть замечай, что у тебя происходит внутри. В одном из своих рассказов митрополит Афанасий пишет такую историю, как-то к нам в монастырь должен был приехать один монах, о котором говорили, что никогда никого не осуждает, и мы решили его проверить. И в разговоре с ним мы начинали вспоминать о разных людях, говорили, знаешь, а вот этот так сказал, а этот туда пошел, пытаясь выдавить из него хоть малейшее слово осуждение, скушали, так проверяли. У нас ничего не вышло. Он ускользал от нас как рыба, потому что был очень внимателен к себе. Он научился не искать утешения в осуждении других. Он научился не искать утешения в осуждении других. Поговорили о ком-то и успокоились. Нет. В сплетнях, много глаголов, или в шутках. А есть люди, которые наоборот лезут даже туда, куда бы их и не звали. Разговаривают двое, тут встречается третий, тут же больше никому не дает слова вставить. И, к сожалению, очень часто бывает так, что человек и ходит в храм, и слушает проповеди, и участвует в церковной жизни, но оказывается осужден от своих же слов. И, к сожалению, бывает так, что на нас смотрят люди не церковные и удивляются нашему поведению, когда мы не можем сдержать себя в осуждении, в сплетнях, в насмешках над лишними. Это поведение становится ничем иным, как искушением для них. И они могут подумать, может, и вся эта церковная жизнь напрасна. Так вот, еще один совет. Если ты продождаешь кого-то осуждать, даже мысленно, знай, что ты себя еще вообще не познал. И потому еще не можешь ни покаяться, ни измениться. Теперь, ну, в качестве такого, что ли, уже финального аккорда, давайте посмотрим, как очень тонко, премудро о вот этой страсти многоглаголания говорит нам преподобный Англистичник. Его в одиннадцатом слове это одиннадцатая ступенька его лестницы знаменитой о многоглаголании и молчании. Я только некие выдержки вам приведу. Многоглаголания выслужите и внимательно так вот вдумывайтесь и примеряйте к себе. Есть седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. То есть многоглаголание это всегда признак тщеславия, трон для него. Оно есть признак неразумия, дверь злословия, слуга лжи, истребление сердечного умирения. Напротив благоразумное молчание есть матерь молитвы, воззвание измысленного пленения, страж помыслов соглядатый врагов. Обратите внимание, почему так сказано соглядатый врагов, когда человек упражняется в молчании, мы скажем, что является на самом деле подлинным мотивом чуть позже этого молчания. И хотя бы немножко он пришел в какую-то степень тишины, он начинает видеть врагов, не в людях, конечно, а мысленных врагов, когда они к нему только еще приближаются. Обычно замечаем, когда они нас побили, мы уже побиты, что же я сделал, зачем я так решил, принял эту мысль. А в тишине все видно, видно, когда эта буря только приближается. Благоразумное молчание противник любоучительства. Вот я просто люблю вас поучать, любоучительствую здесь. Вот если бы имел молчание, бы сказал, знаете что, пожалуй, если, как святые говорили, если вас ничему не научило мое молчание, как преподобные поиски к нему приходили в Калиеву, а там замочек и такая вывеска. Если вас ничему не научило мое молчание, то могут ли чему-то научить мои слова? Люди получали пользу и уходили. Ну вот я лекцию читаю. Познавши свои прегрешения, обретают силу над своим языком. молчание Иисусова постыдило Пилата и безмолвие уст благочестивого мужа упраздняет тщеславие. Как может действовать слово, сказанное не вовремя? Апостол Петр сказал слово и к месту, и потом плакался горько. Много глагола рождается непременно от какой-либо из причин или от худой невоздержанной жизни и привычки, ибо язык, будучи естественным членом тела, чему научился, по такому навыку и требует. Или что наиболее бывает в подвязающихся от тщеславия и иногда от многоедения. Посему часто бывает, что многие с некоторым насилием и изнеможением укращая чрево обуздывают вместе и язык, и многословие. И кому же гум придет на желудок петь голодный? Вспоминайте замечательную басню. немногие могут удержать воду без плотины и еще менее таких, которые могут удерживать уста невоздержанные. Вот такие размышления преподобного Иоанна. Давайте ответим на вопрос, а что является поводом молчания? Вот что запрет, вот нам запрещено, все, я упражняю, сдерживаю, внутри разговор такой идет, буря, а я, это конечно лучше, чем ругаться, лучше, чем пустословить, сдерживать себя, но вот можно и молчать без толку, смотреть, продолжать этот мысленный телевизор с многими сериалами, с многими сериями, так сказать, длинный этот сериал длинную жизнь, или как любимое занятие некоторых смотреть в окно. А что это такое? Это сериал, люди идут, что там у них происходит, да. А что является настоящим поводом для молчания? Зелитесь. Для итихастов это молитва была. Почему только для итихастов? Для любого человека. Если ты действительно дорожишь, вот мы о чем говорили с вами все предыдущие наши встречи, у нас все так или иначе в общем касалось молитвы. И молитва, как мы говорили с вами, это не только есть производная твоих каких-то усилий, ты собрался так вот, себя взял в руки, и вот все у тебя получилось. Это еще и действие благодати Божией. И особенно в день Святого Причастия. Псалмопевец Давид разглашал, положи, Господи, хранение у стола моим и дверь ограждения о снах моих. И вот когда человек ощущает, что только сказал ты слово не туда, и все, дошел от храма до дома, поделился, а какая сегодня была служба хорошая, и какая была великая благодать у меня все равно, и так мне молиться было хорошо, и прямо в слезах приходишь, и ты в пустоте, и все, все улетело. Единственный достойный мотив, чтобы хранить молчание, это та внутренняя работа, которая без молчания осуществляться в принципе не может. И за молчанием слов со временем, но с молитвой, конечно, приходит и молчание помыслов. И тогда наступает в какой-то мере, я сейчас не вру в высоких вещах, та внутренная тишина, которая является для нас замечательным ориентиром, потому что в каком-то смысле мы все к этой стихии призваны, особенно в дни поста, мы ищем, пробуем ее, потому что если ты не трудишься внутренне в своих каких-то личных, индивидуальных, молитвенных усилиях, ну что для тебя служба в храме? Что-то абсолютно непонятное, что-то, с чем нет никакого твоего внутреннего созвучия, если трудишься дома, если трудишься в келейной молитве, где-то сам с собой, тогда и в храме ты начинаешь по-другому все ощущать, и тогда нужно обязательно молчание, потому что столько, сколько языком человек себе больше вреда ничем доставить не может, и я точно скажу из опыта, знаете, как он говорил, я не могу поделиться своим духовным опытом, но греховным сколько угодно, из опыта своих грехов вам скажу, что иногда ты собирался помолчать, позвонить человек, и так тебе, и так тебе, и ты вроде бы не собирался, слово застало, ты пытаешься вроде бы прекратить разговор, ты мне вот это, ты дай мне объяснение, почему так, ты понимаешь, что внутри что-то начинает происходить, все, ты положил трубку, думаешь, лучше бы я ее не поднимал, вот никак, это непростой процесс, это даже не дело не в том, чтобы язык обустать, это какое-то высшее искусство, чтобы так научиться коммуницировать, чтобы с одной стороны, ты вроде с этим близким человеком общаешься, но чтобы твое сердце осталось огражденным, и наверное, тогда нужна молитва даже в этом разговоре, надо научиться больше слушать, меньше говорить, но тогда человек скажет, что ты все молчишь, человек подумал, что молчать с тобой позвонил, ты говори давай, да, и вот попробуй, но можно, можно, вот об этом я сегодня хотел с вами поговорить, вот, это наша такая вот, из наших четырех встреч о малой эскетике, это избрано было такой последней темы, может быть, не самая легкая, самая такая понятная тема, но не мог с вами не поделиться, может быть, у вас вопросы какие-то, о многословии, о добродетели молчания, все время молчать тоже как-то не забываешь а кто сказал, что легко пусто и как-то непонятно понимаете, хочется с людьми общаться вот, кто-то 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 одиночества желал и все делал, чтобы один на один остаться с Богом, чтобы всем сердцем, всей души, всем помышлением, а для кого-то оно становится тяжелейшим крестом, да, пожалуйста, вообще вы скажем так, может быть, ну, такое это спорно, конечно, может быть, все эти наставления, наручения, они были направлены на, ну, как бы, для людей в определенную историческую полу, где, в принципе, как бы, ну, скажем так, ну, в регионе духовной жизни было, ну, какая-то более-менее родовесная, ну, родовесие, ситуация была, как бы, какая-то стабильная, а если у вас подвесного личного этапа исторического развития церкви, когда нужны были, ну, как бы, красноречия, вот это были вот, видите, ну, спутеры, которые, ну, как бы, могли, очень-то тонко, красноречиво, и подробности описать какие-то истины, какие-то тонкие монеты, которые интересовали, ну, живо интересовали, касались каких-то повседневных, простых моментов жизни обычного человека. Так, а вопрос в чем? Да, вот, ну, как бы, вот, отличные периоды исторические, актуальность этого, ну, как бы, не одинаковы. Знаете... Ведется о том, как бы, сам Христос присылал, ну, как бы, присылал церкви, понимаешь, что, ведется на мужчин церковь. Конечно. Вы ведь и говорили об этом. Каждый человек должен, ну, как бы, ясно и понятно ответить со своими словами. Да. Да. Жизнь этого. Ну, мы же слышали слова преподобного Иоанна, который говорил, что есть люди, которые молчат, и их молчание, как будто бы постоянный разговор, а есть, которые разговаривают, но их разговор, как молчание, как тишина, если этот разговор созидательный. апостол Павел не должен был с проповедью идти, а под другие апостолы по всему миру, конечно, должен был быть. И об этом речь идет. Не о молчании, как запрете вообще коммуникации, это невозможно. А мы говорили о таком поруке, как пустословие, пустые слова, которые вмешиваются в нашу обычную речь и окрадывают нас, опустошают, в первую очередь нас самих. А по поводу святых отцов, устарело это или не устарело, знаете, я со студентами или со школьниками иногда задаю им такой вопрос. Вот мы с вами сидим сейчас в кабинете, например, литературы и русской литературы. Ну, и на стенах портреты. Чьи? Обычно. Писатели, известно, да. А в кабинете математики будут портреты известных математиков, которые что-то поняли про эту науку, а в физике известных физиков. А вот если бы этот был кабинет посвящен проблемам изучения души, чьи портреты там должны были быть? Дети говорят, психологов. Говорят, нет, мои дорогие, психология достаточно молодая наука. А вообще-то иконы, конечно. То есть изображение людей, которые очень серьезно помнили, как душа работает, как она падает и встает. Выстрадали этот опыт. В концерте посвящаться. Не надо? Конечно, надо. Конечно, быть. Да. Если человек многословен, грубо говоря, болт, то он может быть для спасения его душевного и стоит на понятном ему языке изъясниться на какие-то хотя бы основы какие-то истины, чтобы он может быть основы знал, чтобы он поменялся. Еще раз от полноты сердца, глаголю от уста. Когда на апостолы в день Пятидесятницы смотрели, они казались пьяными. Что пьяные? Они же не молчат. Да. Со стороны это очень странно выглядело. Это были глаголы Духа Святаго. Вот. Речь не идет о молчании, как еще раз повторю, как о запрете. От полноты. Чем наполнено твое качество того, что ты говоришь. Вот об этом речь идет. Не о запрете ни в коем случае, конечно. Получать поздно. Ой, как мы любим. Вот. Особенно, когда нас не просят. Я получала сегодня. А вот и покаяние. Это публичная исповедь? Тихонечко так и скажем. У нас публичная исповедь произошла, да. Какие еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Мне кажется, это синонимы. Вот. Праздность это ничего не делание. Да, это когда рождается что-то, когда люди говорят так, чтобы скоротать время. Убивают. Да, ни о чем. Вот. Не могу к классикам русского рока не обратиться. В Макаревича. Вагонные споры. Последнее дело, когда больше нечего пить. И поезд идет, в окошках стемнело и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть. Колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь это поезд. Другой говорил, перрон. Ну и так дальше. Все. Я всю песню-то знаю, не сомневайтесь. Спасибо вам большое. Вы так сказали все. Ну что? Молимся, да. Молимся, да. Спасибо.